Сегодняшнее утро для города угольщиков выдалось отнюдь недобрым. Крупная авария отрезала от отопления и горячей воды сразу более двухсот многоэтажек, а еще школы и детские сады. Часть домов и соцобъектов практически сразу удалось переключить на магистраль от другой котельной, но несколько десятков зданий все же остались в холоде. Зинаида Коныгина, как и множество других черногорцев, проснулась ночью от грохота в трубах. Без 24 я резко проснулась и так напугалась, потому что такой шум раздался, вот как будто что-то валится и как будто камешки перекатываются. Подскочила, думаю, у меня, наверное, прорвалась труба. Посмотрела, нет, батареи все целые, все хорошо. А утром стою, уже холодно, и уже все батареи холодные. Я взялась по соседям узнавать. Женщина сетует. Хорошо, что нерванула в самые морозы, иначе просто примерзли бы вместе с любимцем. Надо, чтобы мне, скажи, тепло было тоже. Одна отрада у меня. На место порыва оперативно были стянуты силы. Работа кипит с 4 утра. Тепловики не скрывают, о проблеме знали. Порыв образовался не вчера. Однако без остановки всей системы к неисправности не пробраться. В самый мороз ремонт отложили, но предварительно расчистили площадку. Не зря. Небольшой свищ преобразовался в основательную пробоину. Да, мы о данном порыве знали изначально и давно, но температура минус 35 наружного воздуха не позволяла нам остановить город и устранить данную аварию. Надеялись на потепление, доживем, дотянем и устраним. Но случилось так, как случилось. На самой котельной оборудование в полном порядке ждет только команды к запуску. Через несколько часов трубу специалисты наладили. Однако главная задача, которая встала перед коммунальщиками, запустить систему. Прошу жителей города потерпеть, потому что это фактически заново начнется начало отопительного сезона. И что имеется в виду? Все дома нужно будет запускать, нужно будет развоздушивать стояки отопления в жилых домах. Но это займет не один час. Утром из Черногорска о ситуации доложили и главе Хакасии Валентину Коновалову. Вот как он прокомментировал проблему. Я знаю, что все специалисты с необходимой техникой на месте и работают. Контроль за устранением последствий возложен на моего заместителя Юрия Николаевича Курлаева. Поставлена задача, чтобы температурный режим в домах и соцобъектах был восстановлен в кратчайшие сроки. Коммунальщики обещают, что в домах черногорцев теплеть начнет уже ближе к вечеру. Полина Назарова, РТС.